Цены на продукты питания в Архангельской области выросли с начала года на 3%. Таковы данные Архангельскстата. Для сравнения, в 2014 году продукты подорожали на 21%, в 2015 – почти на 13%. Специалисты Архангельскстата ведут наблюдение по 500 наименованиям товаров и услуг. Этот перечень утвержден Росстатом. И охвачено почти 800 организаций торговли сферы услуг. И фиксируется ежемесячно почти 7 тысяч ценовых котировок. В Архангельск, кстати, говорят, сильнее всего в этом году подорожало сливочное масло на 113 рублей за килограмм. На 25% стала дороже рыба лососевых пород. Теперь она стоит в среднем 704 рубля за килограмм. Впрочем, некоторые продукты солидно подешевели. Так, яйца упали в цене на 9%, а овощи сразу на 30%. Несмотря на то, что некоторые продукты вернулись к своей прежней, досанкционной стоимости, продуктовая корзина среднего Архангела Городца все равно изменилась. Люди начали переходить из премиального сегмента более среднего. Например, если говорить про алкоголь, то с виски люди начали проходить на водку. Если говорить о сырах, то, конечно же, люди переходят из премиального сегмента, из более дорогих иностранных сыров, на более дешевых. Люди начали себя ограничивать во вкусовых качествах. Наверное, меньше стал тратить, стал себе отказывать. В излишествах сильно, а в товарах первой необходимости понемножку. Мы, наверное, должны жить с сознанием того, что мы не можем говорить себе «нет». Мы должны говорить себе «да». Может быть, где-то я, может быть, и урезала. Но если мне что-то очень хочется, я стараюсь это сделать. Изменения цен сказались и на стоимости новогоднего стола, но весьма незначительно. Оливье на семью из четырех человек станет дороже на 9 рублей. Селедка под шубой изменилась в цене чуть больше. Она станет дороже на 12 рублей. В общей сложности новогодний стол вот с таким составом на семью из четырех человек обойдется вам 6120 рублей. Это на 362 рубля дороже, чем в декабре 2015. Но обратите внимание на состав новогоднего стола. Здесь есть и икра, и мясные, и рыбные деликатесы, фрукты, сладости. В общем, все, что необходимо для достойной встречи Нового года. И, кстати, хорошие новости от торговых сетей. По словам ритейлеров, в первые месяцы Нового года рост оцен на продукты и непродовольственные товары не ожидается. Ирина Ившина, Ольга Красулина, 7 дней в регионе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова